Памятные даты, год театра, год экологии. В таких номинациях соревновались школьники в первом районном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Многоточие». Центр развития творчества детей и юношества «Тополек» инициировал проведение конкурса и предоставил для этого свой концертный зал. Поддержку оказал Комитет по образованию. У нас приняло участие очень большое количество как общеобразовательных учреждений и центров дополнительного образования Раменского района. 25 коллективов сегодня представляют свои театральные постановки. Это больше 250 учащихся. Тематика представленных литературно-музыкальных композиций разнообразна, как и жанры исполнения. Не во всех школах, которые приняли участие в «Многоточие», есть театральные кружки. Поэтому конкурсантам пришлось быстро собраться и раскрыть весь творческий потенциал в короткие сроки. Вся коллективы порадовались своим творчеством, талантом и яркими костюмами. «Этот костюм мне сделал наш зауч, посовместитель с мой классный руководитель. Моя роль состоит в том, что я один из солдат войны 1812 года и рассказываю, ну, у нас несколько тут человек, и мы все рассказываем это маленькому мальчику стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Ну, лично я слушал актерское чтение, там по ролям иногда было, чтобы полностью проникнуться ролью». «Наши руководители театральных студий – это люди творческие, талантливые, абсолютно неравнодушные, преданные своему делу. И, конечно, видна вот эта любовь к своим воспитанникам, как и воспитанники видно, что они с огромной отдачей отдаются своему делу. Им это нравится, и мы это видим на сцене». «И в разных краях, и в разных землях стоят курганы, кресты православные, обелиски, память о русских людях, когда-то пришедших на помощь своим друзьям и братьям». «Не для меня придет весна, не для меня дом разольется». Конкурс прошел 3 ноября, когда все школьники страны наслаждались осенними каникулами. Но участники многоточие с удовольствием трудились на сцене, с пользой для себя и своих школ. Ведь всем так хотелось получить главный приз. «Будет выявлен абсолютный призер, который поедет на область, защищать наш район именно в этой области, это литературно-музыкальных композиций, на юные таланты Москвы». И поэтому ребята представляют возрастной, как говорится, сцен с детей. Это разновозрастный. То есть от школы это могут от 3-го класса до 11-го класса. Тот, кто входит в состав самой литературно-музыкальной композиции. «Этот вечный огонь, нам завещаны одни». Марина Миткевич и Алексей Гущин для программы «Городские вести».